Газонокосилки, санитары и даже пожарные. Изделия из шерсти овец нынче не в моде, а молоко этих животных не всем по вкусу. В Калифорнийском университете задумались, как еще можно использовать этих парнокопытных. Профессорский состав факультета ландшафтного дизайна решил провести эксперимент и практические испытания прямо на лужайке вуза. Это пилотный проект. Мы хотим понять, насколько эффективны овцы в поддержании газона в идеальном состоянии. Половину поля мы отдали этим животным. Они три дня будут щипать траву, а на другой половине будут использовать обычные газонокосилки. Выгода в использовании овец вместо газонокосилок очевидна, говорят в вузе. Животные работают на биотопливе. К тому же есть положительный опыт. Лужайку у Белого дома когда-то стригли так же. А в Центральном парке Нью-Йорка овец и сейчас периодически привлекают для уничтожения особенно труднодоступных сорняков. Но прополка – это минимум, на что способны эти комки шерсти. Мы изучим биоразнообразие на этих территориях и посмотрим, приносят ли они с собой семена других растений. А еще проанализируем почву на питательные вещества и уплотнения. Не исключено, что овцы играют роль и в удобрении, и в аэрации. Есть у подопытных овец и еще одна более серьезная задача. В Калифорнии уже несколько лет подряд возникают серьезные лесные пожары. Ученые надеются выяснить, можно ли использовать этих животных для профилактики, запускать их в лес для создания санитарных просек, дабы не давать огню распространяться. В этом эксперименте ключевой вопрос – не слишком ли много овцы съедают травы и не повредит ли их завидный аппетит богатой калифорнийской флоре.